Дорожное движение А зря буквально на днях несчастный случай произошел возле одного из торговых центров города Матищи. 29 октября в районе 6 вечера мужчина-пешеход перебегал в проезжую часть у неустановленном месте. Из-за чего он получил серьезные травмы и был госпитализирован в больнице. В связи с чем очередной раз хочется напомнить всем пешеходам и водителям, что внимание на дороге и дисциплина помогут сохранить жизни всех участников дорожного движения. В свою очередь госавтоинспекторы усилили дежурство на Матищинских автодорогах. Тем более начались школьные каникулы. Детей и подростков днем на улицах города стало больше. Необходимо убедиться, что они в безопасности. Ребят, смотрите, я просто вам хочу сейчас стопочку, как вы даете. Называется она при переходе дороги с моего стороны. Это имеется в виду по пешеходам. То есть как правильно переходить дорогу? Главное правило пешехода. Как правильно? Ну, смотри по сторонам. И переходить по разуме. Очевидно, эти школьники уроки безопасности не пропускают. Они помнят и соблюдают правила дорожного движения. Знают, какими порой страшными последствиями может обернуться беспечность на проезжей части. Посмотрите, этот мужчина, пересекающий улицу Борисовку, чудом уворачивается от мчащегося на него автомобиля. Интересно, но это еще не все. После подобной пробежки пешеход может получить штрафную квитанцию. Существует раздел целый, правила дорожного движения, раздел 4, в котором прописаны правила и обязанности, права и обязанности пешеходов. И, конечно же, пешеходу, который переходит на запрещающийся сигнал затофора, либо на национальном месте, грозит наказание. Это административный штраф в размере 500 рублей. Но пешеход должен думать не о наказании, не автомобиль получит травму, а именно пешеход может оказаться в больнице. С января текущего года ранения на дорогах городского округа Мытища получили 30 пешеходов. Больше половины из них нарушили правила дорожного движения. Тем временем впереди самые опасные месяцы, говорят госавтоинспекторы. Световой день стал короче, идут дожди. Заметить помеху на проезжей части в таких условиях водителю непросто. Вовремя затормозить еще сложнее. Словом, пешеходам не стоит рисковать. Напротив, воспользоваться дополнительными мерами безопасности. Обязательно в темное время суток использовать цветовозвращающие элементы, которые помогут сохранить жизнь человеку. А сотрудники Мытищинского отдела ГИБДД продолжат профилактические мероприятия. Надежда Трифенова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...